Неделя спорта Какие спикеры вещали ребятам о пиаре в спортивном сегменте, узнаете в следующем сюжете. И в чем же конкретно проявляется активная работа футбольного клуба «Зенит» со своими фанатами? По словам Никиты, их главная ЦС состоит в стремлении к зрелищному футболу, способному привлечь миллионы болельщиков со всего мира. Необычные видео с участием главных звезд «Зенита» набирают в интернете миллионы просмотров. Так что деятельность пиар-службы «Синий-белый-голубых» можно назвать успешной. Далее атаку на аудиторию завершалась Питер Наталья Буланова, которая является основателем и пиар-директором бойцовского шоу «Легенда». На данный момент проект «Легенда» является одним из лучших бойцовских промоушенов на территории России. В своем выступлении Наталья рассказала, как возникла идея основания данного проекта, о трудностях внедрения инструментов пиар в эту деятельность. По ее словам, единоборство и спорт – это та сфера, где пиар нужен больше всего, но где, к сожалению, его менее всего используют, так как бойцы не всегда понимают всю значимость Public Relations. Трудности существуют, они связаны именно с тем, что отношение к единоборствам, к сожалению, не очень позитивное в России, и очень немногие издания готовы писать, в принципе, о единоборствах. То есть мы с этим боремся, там, каждый из своей пиар-компании, каждый день мы пытаемся с этим бороться, мы пытаемся менять ситуацию, но пока это все очень-очень тяжело. Таким образом, благодаря выступлениям спитеров первого дня, все участники форума Russian PR Week погрузились в атмосферу спортивного пиара и узнали много новых инсайдов, которые сразу же можно применить на практике. Денис Давыдов, Марина Вахрушева, Неделя спорта. В Иннополисе завершили состязание, открывающего беговой сезон Иннополумарафон. Несмотря на снег и ветер, которые обрушились на инновационную столицу Республики Татарстан, в день забега на старт вышли более 500 спортсменов. Кто и на какой дистанции смог прийти первым, смотри в репортаже Александра Дегтярева. Что объединяет древнегреческую легенду и самый перспективный город Татарстана? Полумарафонский забег, который открывает серию стартов в 2017 году. И проходит он здесь, в Иннополисе. Забег стартовал у здания университета и проходил по территории города. Сами соревнования усложнились большим количеством развилок и поворотов путавших участников. И несмотря на ужасную погоду, полумарафон все же прошел на высоком уровне. 600 человек со всей страны зарегистрировались для прохождения дистанций в 3, 10 и 21 километр. Иннополумарафон, именно так назвали его организаторы, дал возможность участникам не только пройти спортивное испытание, но и воочию насладиться видами инновационного города. За несколько часов соревнований происходило 6 награждений призеров. Но самую главную победу в забегах на 21 километр одержал Ренат Кашапов, который почти на 5 минут оторвался от ближайшего преследователя. Спортсмен поведал нам, почему этот результат является для него лишь промежуточным. Да, у нас казанский марафон, конечно, да, у меня вот основной старт, то есть я туда готовился. Там марафон, то есть здесь половинку я, потому что на половинках не специализируюсь, то есть мне как бы больше. Победители-призеры получили эксклюзивные кубки в виде тюбитеек, а также менее символичные подарки от партнеров соревнований. Напомню, что серия забегов Татарран только началась и продолжится в Казани полноценным марафоном. Уже сейчас ожидается порядка 10 тысяч участников, и мы обязательно расскажем об этом в будущем. Александр Дегтярев, Найль Рахимов, Неделя спорта. В Униксе тоже было на что посмотреть. Например, в это воскресенье состоялась семяизвестная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». Практически с каждого подразделения Казанского федерального университета были выставлены самые спортивные семьи. А какая из этих семей стала первой в Казанском федеральном университете, смотри в следующем сюжете. В спортивном зале Уникса 23 апреля прошла эстафета под названием «Мама, папа, я – спортивная семья», в рамках которой семьям предстояло пройти ряд препятствий на время. За звание самой выносливой семьи боролись представители со всех институтов КФУ, общежитий, а также других филиалов, среди которых были участники студенческого городка, Елабужского института, сборной департамента по молодежной политике и сборной кафедры физического воспитания и спорта. Эстафета была поделена на три тура, в каждом из которых было необходимо выполнить спортивные задачи, такие как забрасывание мяча в ведерко, бег со стойками до конца поля и обратно, а также сбивание стоек небольшим мячиком в лежачем положении. Если ребенку задания были не по силам, то испытания брали на себя взрослые. В ходе мероприятия также выступали дети с танцевальными номерами. По итогам мероприятия третье место заняла сборная студенческого городка, второе место занял Институт геологии и нефтегазовых технологий, а победителями эстафеты стала сборная кафедры физического воспитания и спорта. Наградой для них стали золотые медали и кубок, а остальные команды были награждены почетными грамотами и сладкими призами. Дарьяна Храбрецова, Тимур Файзулин, Неделя спорта. Параллельно с семейной эстафетой проходили матчи ветеранского турнира по волейболу в памяти Кудрякова. Как прошел этот турнир, какие красочные моменты там были, смотри в следующем сюжете. 23 апреля в спортивном комплексе «Уникс» прошли соревнования по волейболу за кубок имени Кудрякова. Турнир проходил между членами профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. В мероприятии принимали участие четыре команды. Это профессорско-преподавательский состав Института физики, представители главного здания КФУ, выпускники и сочневцы. Соревнования проводятся ежегодно с целью популяризации и развития волейбола в университете, содействуя поддержание крепкого здоровья и повышение уровня развития физических качеств преподавателя. По итогам турнира первое место заняла команда выпускников КФУ, второе место – сочневцы, а третье место – команда главного корпуса КФУ. Тимур Файзулин, Дарьяна Хребрецова, Неделя спорта. Киберспорт подъехал к нам на программу. В эти выходные в FAN24 проходил турнир по дисциплине FIFA 17 в рамках TAT Games Student Cup 2017. Кто из игроков умеет правильно держать геймпад и кто из этих же игроков умеет правильно управлять Месси и Роналду, смотрите в следующем сюжете. Турнир в различных дисциплинах киберспорта проводится по всему миру, а теперь эту эстафету переняла и Казань. TAT Games Student Cup 2017 прошел 23 апреля в развлекательном центре FAN24. У нас собираются чемпионаты как студенческие, так и республиканские. К примеру, буквально через месяц у нас будет чемпионат проведен республиканский по киберфутболу среди республики Тарстан, где может принять участие любой желающий. Всего в данном турнире участвовало 24 игрока из разных вузов Казани. В финал прошли представитель КХТИ Марат Авзалов и представитель КФУ Тимур Закиров. Их матч запомнился зрителям особенно напряженной атмосферой. Итог 2-0 в пользу Марата Авзалова. Он стал обладателем специального приза от партнеров Кубка. Второе место занял Тимур Закиров из КФУ, а третье место ушло в КГУ Родиону Давлетшину. Всего радует, что я выиграл один матч в гранд-финале. Не дал сопернику обыграть меня в первом же матче, так как я уже начинал с форы 1-0 в серии, и я не дал ему сыграть контакт, как надо. Не уходим из виртуального мира и идем листать социальные сети спортсменов вместе с нашим обозревателем Артуром Мухиным. Обзор социальных сетей прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Артур, и это очередной выпуск рубрики «Обзор социальных сетей спортсменов». На этой неделе инфоповодов подкинула Футбольная Лига Чемпионов, НХЛ и даже Чемпионат Мира по фигурному катанию. Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Футбольная Лига Чемпионов на прошлой неделе затмила вообще все события. Реал Бавария, хит-трик Роналду, удаление, провальное судейство. Футболистам и фанатам было, что обсудить в социальных сетях. Вот Артуру Видаль и Франк Рибери запостили в свои инстаграмы момент с голым Криштиану, где португалец находится в откровенном офсайде. Год упорной работы. Спасибо, судьи. Просто браво. Бомбит у Рибери в инстаграме. Подключился к обсуждениям в Твиттере и наш старый друг Жерар Пике, который немногословно запостил многоточие в ответ на гол игрока Реала. Реакция пришла откуда не ждали. Папа Суаро из Crystal Palace небольшой фотонарезкой напомнил испанцу, как почти 10 лет назад судья был на стороне Барсы, а Пике и сам несколько раз не был наказан за нарушение правил. Тогда криков было даже больше. Экс-игрок сборной Колумбии Фаустину Асприлья написал в Твиттере. Хватит подсуживать Реалу. Это команда Крыс. Чуть позже нападающий добавил. Мой аккаунт был взломан. Думаю, это сделал Жерар Пике. А вот Мадрид вовсю праздновал победу. Роналду постил фотки с матча в инстаграм, а Марселло в комментариях советовал одноклубнику скорее идти спать. Кришни послушался и полез листать ленту, где наткнулся на пост его друга Хабиба Нурмагомедова, поблагодарив его за поддержку. От души, брат. Наверное, так фраза Криштиану в адрес Хабиба будет звучать наиболее точно. А он же выиграет, да, наверное? Пока его обстановка уже все видна. Португалец в этот вечер был королем, а в раздевалке его встречали как настоящего героя. Фигуристы сборной России спародировали опоздание их партнера Максима Кофтона на самолет до Токио, который не доехал до аэропорта по вине таксиста. А вы как считаете, каких оценок за артистизм заслуживают россияне? Всем двойки. Всем. В НХЛ начался плей-офф, а значит, что игроки вообще перестали жалеть и себя, и соперника на площадке. Вот теловой прием, который вырубил Овечкина. А вот Заку Веренский из Коламбуса пролетела с шайбой по лицу, а после матча игрок поделился фотографией своей физиономии, от которой осталось мало чего живого. На следующий день один из болельщиков оригинально поддержал игрока своей любимой команды, нанеся на свой свитшот принт с изображением разбитого лица Веренский. Однако находится в плей-офф место и для веселых моментов. Участником одного из таких эпизодов неожиданно стал судья матча Бостон от Тава. Ну а у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. До скорого! Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим меня за утром Аполинсков. Это была программа неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok